Скажу немножко о себе. Я выпускница бакалавриата и магистратуры МИЭФ. Магистратура МИЭФ закончилась в 2011 году. После этого работала скорее больше непосредственно по треку образования, который был в экономике финансов. Работала в корпоративных финансах, занималась разными абсолютными вещами корпоративных финансов. Потом что-то в 2020 году пошло совсем не так. Последняя моя позиция финансовая категорически для меня уже неприемлема. Это были налоги, очень узкое, очень специфическое направление финансовое. После этого я решила, что нужно что-то очень сильно поменять в карьере. И пошло заниматься искусственным интеллектом, стратегией развития искусственного интеллекта в компании, в частности, в Збире. Поэтому сегодня мы с вами поговорим про общие тренды в искусственном интеллекте, поговорим про то, что делает Збир в этом направлении, как он это делает, и с какими потенциальными сложностями компании будут сталкиваться в ближайшие от года до пяти лет в учетом развития очень агрессивного всех технологий и спецназа. Но прежде чем мы с вами пойдем непосредственно к теме, у вас был сегодня насыщенный такой, мне кажется, информационный день, давайте для начала вы мне чуть-чуть поможете с двумя бытовыми историями. Первая бытовая история, она прям очень короткая, очень простая, и она про то, что последние пару лет, наверное, что я занимаюсь искусственным интеллектом, очень часто, а в последнее время прям совсем часто, те, кто мало с этой индустрией прикасаются, меня спрашивают, когда же искусственный интеллект на всех убьет, давайте зачеркнем, заменит, и, собственно, на этом первая история заканчивается. Но есть для нее вторая история, здесь мне уже нужна будет большинство. И с помощью вот этой второй истории мы с вами, во-первых, ответим на вот этот самый вопрос, когда же, во-вторых, мы точно абсолютно выграем с вами в искусственном интеллекте, я вам точно обещаю, сейчас это будет очень просто. И, в-третьих, познакомимся с такими очень базовыми понятиями, которые сейчас в искусственном интеллекте периодически путают. Так вот, прежде всего, помогите мне, пожалуйста, я обращаюсь к вашему Human Intelligence, надеюсь, вам видно фотографию, скажите мне, кто на этой фотографии? Это собака. Смотрите, у вас не заняло вообще практически никаких проблем, ни усилий, ни потребовало. Это действительно собака. Это моя собака. Я купила его два года назад, он в Завокроне. Когда он у меня появился, я решила, что его нужно застраховать. Ну, мало ли он водеет или все что. Я пришла в Сберспаркование, уже работала в Сбер, пришла в Сберспаркование, знала, что у них есть модель искусственного интеллекта, которая позволяет определить, во-первых, что это за вид, а потом определить, что это за пароль. Это так называемая дискриминативная модель искусственного интеллекта, которая занимается достаточно узкими задачами, в частности, в этом случае была задача квалификации. Она должна была, соответственно, все это определить, дальше все данные в поле вставить и только выдвинуть мне QR-код на оплату. Итак, что же мне рассказала дискриминативная модель искусственного интеллекта, работающая с неким выданным ей контентом? Она мне сказала, что это сиамская кошка-самец. Да. Абсолютно, я считаю, у меня нет вопросов сиамской, может быть, даже не столько много вопросов к кошке, но к сочетанию кошка-самец уже вопрос, конечно, есть. По факту, она на самом деле знала больше, чем я на тот момент, это настоящий котопес, ну вот прям без шуток. Но, тем не менее, все посмеялись, конечно, с коллегами, до сих пор вспоминают эту историю. Модельку, да, где-то недоучили, где-то она там неправильно распознала пиксели, делала ошибку. Но, окей, есть второе понятие базы в искусственном интеллекте, оно называется генеративной искусственной интеллектой, генеративной моделью искусственного интеллекта. Так вот, давайте попросим генеративную модель искусственного интеллекта, я думаю, что у многих у нас в руку сейчас скандинский от Сбера. Давайте попросим его нарисовать нам сиамскую кошку-самец, которая будет похожа на собаку. Он нам рисует вот такую классную кошку. И пока это все выглядит исключительно как, ну давайте просто, это же прикольно, давайте порисуем, давайте повинерим видео, давайте поболтаем с чаджей петель и гайчатов. Но на самом деле, если вдумываться в это с точки зрения бизнес-процесса, бизнес-применимости, сфера и область применения – это гораздо больше, чем просто маркетинг и отрисовка картинок. Мы сейчас поговорим в какие-то объекты. Окей, адженда примерно такая. У нас с вами где-то, наверное, около сейчас часа десяти. Я не знаю, есть ли доступ у ребят в Zoom и задавать вопросы, но тем не менее, мне бы хотелось поговорить именно в формате диалога. Поэтому, если вопросы будут возникать по ходу, задавайте их прямо сразу, чтобы мы не уходили к вам. Итак, вопрос сразу, наверное, к вам. Если бы я попросила вас одним словом описать то, что происходит в сундузурном, попросила бы вас описать, что происходит в последние пять лет, что бы вам пришло в голову? Какое бы слово одно вы использовали? Перемена. Я думаю, было бы что-то похожее на гибкость, волатильность, динамика. И на самом деле нам это подтверждает Accenture Global Disruption Index, который считается раз в пять лет по шести ключевым секторам – экономика, геополитика, социальный и потребительский сектор, климатический и, конечно же, технологии. Они считали его с 2017 по 2022 год и сделали вывод, что если сравнивать с предыдущей пятилеткой, то этот индекс в среднем степени дизрафта изменений, наверное, очень резких изменений, которые происходят в этих шести ключевых секторах, она выросла на 200%. По сравнению с тем, как это прирастало в прошлые пятилетки, с 2011 по 2016 год, на 4%. И очевидно, что с такой сильной динамикой, с такими резкими изменениями, нам нужны какие-то новые технологии, новые инструменты для того, чтобы не просто в этом выживать, потому что бизнес, понятно, так или иначе приспосабливается. Но нужно умение эти инструменты использовать для того, чтобы достигать абсолютно новые кусочки бизнеса. Итак, определение искусственного интеллекта. Оно, вот это прям очень человечное. Какое определение искусственного интеллекта, если спросить вас, какое вам придет в голову? Абсолютно верно. Это база для определения искусственного интеллекта, его там так или иначе спрягается в голову. Оно очень технологическое. И как раз вот, когда мы говорим про большие изменения, про новые инструменты, которые нужны, безусловно, один из таких инструментов становится искусственный интеллект. И искусственный интеллект про машину, которая умеет думать как человек, это действительно так и есть. Но зачем она думает как человек? Опять же, да, мы же для чего-то ее учим. А по факту очень классное определение, оно мне очень нравится. Это глава Института искусственного интеллекта, который построен на базе Стэнферского университета. И оно у него очень человечное. Это мы учим машину для того, чтобы она думала как мы и в конечном итоге позитивно влияла на нашу жизнь и на жизнь общества в целом. Вот, честно говоря, не знаю, мне кажется, что, наверное, светло, да, не очень хорошо. Но я сейчас пробегусь по квадратикам. Когда говорят про эволюцию искусственного интеллекта, чаще всего начинают где-то вот с этой точки. Гарвардский семинар, определение искусственного интеллекта, машина, способная думать как человек. Мне очень нравится, на самом деле, заходить сильно раньше и сильно дальше. Потому что, на самом деле, человечество уже очень давно делает разные абсолютно вещи, которые так или иначе приводят к нас в текущие технологии. И начать мне хочется прям сильно издалека этот гидрувианский человек да винчи. Почему да винчи? Потому что, если вдуматься, ну, то есть как все эти кубики будут соотноситься к текущей технологии. Если вдуматься в то, как сейчас работает искусственный интеллект, или кто-то уже пробовал пообщаться с чатом GPT, с гигачатом, с кучей других языковых моделей. Очевидно, что они становятся экспертами в разных областях. И более того, они становятся не узкими экспертами, а очень широкими. Они объединяют несколько наук, очень много, в один единственный ответ. Собственно, что и делал да винчи. Если вдуматься в те сферы науки, которые он покрывал своими работами и своим интересом, то именно эта коллаборация разных абсолютно инструментов, разных знаний, она сейчас в том числе закладывается в основу работы искусственного интеллекта. Франкенштейн. Почему здесь Франкенштейн? Вспомните суть вообще книги или пьесы, или фильмы из-под смысл Франкенштейна. Это нечто, что собирают и как-то его пытаются научить. Очень похоже, на самом деле, на то, что происходит с искусственным интеллектом. Если посмотреть на то, что говорит как раз Фей Фейлип про обучение модели искусственного интеллекта, он был одним из первых, кто обучил крупную миру сеть. Он говорил, мы достаточно долго, порядка пары лет в Станферском университете потратили на то, чтобы построить сложнейший алгоритм, который сможет сделать вот ту базовую задачу, отличить кошку от собаки, сложнейший алгоритм, который в итоге не получилось сделать. Так что проще, взять сразу сложный алгоритм и им пытаться пользоваться, либо взять маленький компьютер, маленькую машину, по сути, маленького Франкенштейна, и начать его учить. Начать ему раз за разом скармливать набор картинок, где они будут просто отмаркированы. Это миллиард картинок собак, а это миллиард картинок кошек. Так, чтобы он сам на этом научился. Ада Лавлейс, первая женщина-программист, которая написала первую компьютерную программу, описала, в принципе, работу компьютера, британская ученая. Сейчас на основе ее работы есть так называемый конкурент теста тьюинга. Кстати, что такое тест тьюинга? Кто, может быть, знает? Что проверяет тест тьюинга? Отвечая человека от машины? Если человек может определить, что... Точнее, не может определить, что он общается с машиной, значит, машина прошла тест тьюинга. Очень много классных фильмов есть. Одна из таких прям совсем близких к теме из машины. Мне кажется, в году года, 2009-2010. Посмотрите, он очень интересный, ну, вот именно с точки зрения вот этой технологии, как машина пытается пройти тест тьюинга. И сейчас ученые пытаются, где-то начиная с начала 2000-х годов, как раз сделать некое продолжение теста тьюинга, потому что если пройти тест тьюинга, они все достаточно узкоспециализированы. То есть там достаточно узкие наборы вопросов и достаточно узко обученные чат-боты и модели, они действительно могут так или иначе с тест тьюинга проходить. Но есть ученый, который взял за основу как раз работы Ада Лавлейс и сказал, что можно использовать тест Лавлейс 2.0, так называемый, который сильнее, чем тест тьюинга с точки зрения креативности. Потому что если машина действительно обладает интеллектом, то она должна быть креативной. То есть здесь креативность приравнивается к интеллекту. И вот пока машина, которая бы прошла в тест Лавлейс, вот такой машины, такой модели пока еще нет. Тест тьюинга, естественно, Алан Тьюлинг, который написал базовую работу вычислительной машины Разум. На основе этой работы появился тест. Дармудский семинар, про который я говорила, и где было давно облюдение искусственного интеллекта. Закон Мура про то, что количество транзисторов на микрочипе растет в среднем в два раза каждые два года. И это хорошо, потому что чем меньше транзистор, тем меньше электричества требуется для того, чтобы он работал. Соответственно, если это так, то вычислительные мощности начинают развиваться абсолютно к превосходящему темпу. И поскольку Мур работал в компании Intel, то и Intel сказал, о, все, мы знаем, это наш производственный стандарт. Теперь у нас цель, и мы будем стремиться именно к тому, чтобы было вот так, как нам завещали. После этого, значит, создается чат-бот, в MIT создается чат-бот Элиза, кстати, первый чат-бот, который прошел тест Тьюинга, который вел себя очень по-человечески. Причем его настроили, как обучили его разговаривать, как психолог, как психосерапев. Он постоянно задавал вопросы, уточняющие на предложениях, которые только что ему озвучил человек. Ну, например, я себя плохо чувствую. Вы себя плохо чувствуете, не так ли? И у человека сразу же создавалось ощущение, что он разговаривает с абсолютно разумным существом. Хотя, казалось бы, прием очень простой. И человек, который создал чат-бота, он на самом деле, я сейчас не вспомню, как его зовут, к сожалению. Я помню хорошо, как он выглядит, но как его зовут, я не знаю. Он говорил, что, о, боже мой, я даже никогда не думала, что можно таким простым инструментом, обмануть такую массу людей, потому что люди массово пользовались чат-ботом. А это такой прям, он выдавал на бумаге такие ответы. Вот эти прикольные инструменты. И на самом деле, ну, если вот вдуматься во все то, про что я сейчас рассказала, что там умели модельки, как они тестировались, на самом деле, в какой-то момент индустрия всего искусственного интеллекта, индустрия технологий, подошла к большому количеству критики, потому что искусственный интеллект стали воспринимать и стали его критиковать за то, что, по сути, он решает очень узкие какие-то лабораторные задачки, но его никак не могут вытащить из лаборатории и направить на действительно прикладные задачи общества. Поэтому в том числе и с проблемами с вычислительными мощностями мы столкнемся с двумя так называемыми зимами искусственного интеллекта 70-е и 80-е годы. Последняя зима искусственного интеллекта закончилась в начале 2000-х. И закончилась она, ну, то есть эти зимы искусственного интеллекта, они в первую очередь какие проблемы создавания? Низкое количество инвестиций в индустрию, которая мало кого интересует. Ну, соответственно, что мы получаем? Мы получаем недостаточное развитие индустрии. Но, несмотря на это, работы все равно велись. Работы продолжались по большей части на базе университетов, институтов и лабораторий. И как только начали появляться в начале 2000-х вычислительные мощности, вычислительные мощности начал расти и как технически их стало больше, так и экономически они стали сильно дешевле. Что еще появилось в начале 2000-х? Какие еще при реквизите так называемые для искусственного интеллекта начали появляться, чтобы индустрия начала развиваться? Без чего не может существовать искусственный интеллект? Без данных. И что начало так или иначе постоянно прирастать с начала 2000-х? В соцсети. В соцсети. А это значит, что появляется бигдата. Прошу прощения, потому что я не смогу. Появляется та самая бигдата. Соответственно, данные, вычислительные мощности, те самые наработки, которые уже давно живут в лабораториях и которые теперь можно начать тестировать постоянно на боевых, живых данных, это дает нам огромное развитие технологий, но на самом деле оно все еще живет в формате таких прикладных задач. Ну, например, я думаю, что многие слышали про суперкомпьютер IBM, который я выиграл с парового шахмата. Ну, пока все еще прикладная задача. Про суперкомпьютер Watson, который выиграл в аналог своя игра наша российская Джо Продет, американская. про модель AlphaGo у компании DeepMind от Google, которая обыгрывает чемпиона мира по игре в Го. Про дальше уже становится все более и более такие, наверное, общественно полезные истории. Появляется AlphaGo, модель, которая может различным образом собирать геномы так, чтобы производить более эффективно и с меньшим количеством операций производить лекарства. И дальше, на самом деле, мы с вами выходим вот примерно на такую картину. Если смотреть по датам, как это происходит с 50-го по 2000, грубо говоря, 10-й год и что происходит с 2010-го по 2022, вот здесь начинает происходить огромное разбитие языковых, мультимодальных моделей. По сути, мы их чаще всего называем базовыми моделями, модели, которые могут делать абсолютно разные задачи, уже более широкие, как раз с точки зрения генеративного использования. Они могут делать текст-то-видео, видео-то-текст, текст-то-спич, спич-то-текст и текст-то-имидж и так далее. И здесь вот это количество моделей, оно становится на самом деле абсолютно грандиозным. Опять же, соль, я понимаю, что не очень хорошо видно, но что здесь хотелось показать, что плотность релизов, которые происходят в месяц, если вы, наверное, следите за какими-то телеграм-каналами или, в принципе, за новостями, то так или иначе вы наверняка сталкиваетесь с тем, что практически ежедневно мы видим релиз какой-нибудь новой модели, либо языковой, либо видео, либо картинку она как-то по-другому рисует, либо что-то другое умеет на этой картинке делать. И эта плотность, она все больше и больше и больше сжимается, она становится все более-более насыщенной. Здесь пример, на самом деле, начала 23-го года, первая группа 23-го года. Мы недавно этот слайд аддатировали на начало 24-го, и эта плотность сократилась до половины дня. То есть мы раз в полдня видим, на самом деле, какие-то очень-очень значимые релизы. Что еще важного происходит? Периоды технологий до продукта сокращаются. Если мы говорили с вами про то, что технологии жили долго-долго в лаборатории и потом в какой-то момент они вышли, чтобы приносить пользу обществу, то самый классный пример – это технология long-short-term memory, которая фактически появилась в статье в 97-м году. И это по сути технология, которая позволяет качественно предсказывать следующее слово в последовательности. Если мы знаем некую последовательность трех-пяти слов, то она может максимально качественно подсказать, каким будет шестое слово. Так вот, от того, как использовать long-short-term memory в реальном бизнес-кейсе Google Translate, прошло порядка 20 лет. Это огромный срок. Но качество переводчика гугловского, когда в него встроили, смогли встроить эту технологию, обучив, опять же, на огромном количестве данных, оно стало в разы лучше. и если это сравнивать, например, с тем, что происходит сейчас, в апреле 2022 года появляется модель Далек. Это одна из моделей, одна из наборов моделей, которые делают тексту имидж, и до обложки журнала, с генерированным искусственным инфеком, проходит всего два месяца. Это очень-очень быстро. Бизнес на самом деле очень быстро адаптируется под использование нового технологии. Естественно, что происходит, сейчас все стараются создать свою языковую модель, обязательно. Они бывают разные, они бывают абсолютно универсальны, которые могут ответить вообще на все вопросы. Могут быть более узкие, которые обучены только на конкретном домене знаний, например, на медицине или на юриспруденции, узкие модели экономические, даже узкие модели, которые только, например, смотрят на корпоративную отчетность. И поскольку их так много, а их правда много, даже универсальных больших немного, они все, безусловно, конкурируют между собой, все пытаются убедить конечного пользователя в том, что моя языковая модель лучше языковой модели всего того, что есть. Кроме этого происходит коммунитизация искусственного интеллекта. Что это значит? Из суперэлитного продукта, который раньше был доступен только ряду программистов, дата-сайентистов и людей, которые обладали хорошими техническими знаниями, сейчас он становится доступен практически всем. Любая, даже небольшая компания, у которой нет большого пула дата-сайентистов, она может за счет огромного количества возможностей. есть open-source, то, что те ресурсы, где код размещается в открытом доступе. Есть технологии low-code, no-code, то есть вы уже в принципе не должны писать код, а вы просто собираете некими блоками этот код, и он отрабатывает от начала до конца. И для этого, опять же, не обязательно должно быть какое-то огромное количество людей, особенно внутри компании. Это вполне может быть outsource. доступность вычислительных мощностей, обучение для the people. Сейчас, если вы откроете интернет и забьете себе обучиться на дата-сайентистов, в принципе, будет очень много платных курсов, будет и бесплатный контент, и иногда даже очень неплохой. Вполне достаточно для того, чтобы на уровне базовом начать в этом разбираться. Что происходит еще? Мы называем это модели M3, где это мультимодальные модели. Что такое модальность вообще? Кто знает? Наверное, имеется в виду, что есть модули, а делать конкретную задачу. Не совсем. На самом деле, то, что мы называем, сейчас объясню, мы с вами, если задуматься о человеческом существе, мы достаточно потрясающе созданы уже от природы. У нас с вами есть слух, голос, есть зрение, есть осязание, обоняние, а на языке машин, все, что я сейчас перечисляю, называется модальность. И модели, которые сейчас считаются мультимодальными, ну, по сути, они умеют работать с шестью-семью модальностями. Это видео, голос, компьютерное зрение, но есть еще огромное количество модальностей разных, которыми компьютеры не умеют пока работать. Но мы туда движемся. Ну, например, пока компьютер не умеет качественно различать запахи, пока не умеет, пока не до конца качественно умеет различать эмоции и выдавать аналогичные эмоции. или, например, если я сейчас назову вам какое-нибудь имя, Петр, Ольга, вы наверняка начнете в голове прямо выстраивать огромную большую связь, кто такая Ольга конкретно вам пришла в голову или Петр, и вот от нее будет огромная связь. Это называется граф связи. И вот с этой модальностью компьютеры работают, но это все равно не тот уровень графа связи, который мы умеем выстраивать у себя мы. То есть графовые подходы есть, и они часто применяются в бизнесе, особенно в крестовании, но это пока все равно еще не тот уровень, который умеем делать мы. Так вот, модели сейчас становятся, пока они работают с каким-то определенным уровнем модальностей, они работают с задачами, разными задачами, например, если вы попросите чат GPT или GigaChat или Яндекс GPT написать вам курсовую, допустим, а потом к этой курсовой вы захотите сделать какое-нибудь красивое оформление и сделать это оформление, вы это можете сделать опять же через тот же Яндекс GPT или GigaChat. Это будет мультимодальная и мультизадачная модель. Она будет работать с разными видами информации и выдавать разные результаты. И, соответственно, на разных языках. Это, на самом деле, кажется, что это очень очевидно. Ну, как же? А что тут такого, как минимум, разные языки? Но представьте себе, какое огромное количество данных нужно, чтобы, например, того же Кандинского, который рисует нам картинки, обучить на разных языках. и это не только русский, английский, французский, испанский, которые нам сейчас первые приходят в голову. Это огромное количество еще наречий в этих языках. То есть, это огромные пулы размеченных картинок, в которых это миллиарды пар картинок на разных языках. Это достаточно большая, кропотливая, тяжелая с точки зрения экономических и вычислительных мощностей и человеческого ресурса, на самом деле. И дальше мы все, мы больше и больше приближаемся. пока вот эти модели, они в основном живут в функционале M3, и функционал постоянно, ежедневно практически дорабатывается, мы идем к такой штуке, как мультиагентность. Это M4, и пока она еще только в большинстве компаний российских, и зарубежных мультиагентность пока на стадии разработки. Когда мы будем с вами говорить о том, что нет человека внутри вот этой всей истории, есть одна задача, которую дает человек, и дальше несколько агентов разных моделей общаются внутри себя и решают для него эту задачу. Есть какой-то последний агент, который эту задачу фактически отдает. Но вот M4 мы все еще пока движемся. И на самом деле благодаря вот этому постоянному движению, благодаря вот этой постоянной эволюции в искусственном интеллекте, о которой мы говорим, мы идем от простого искусственного интеллекта к General Artificial Intelligence. Это то сейчас, о чем так много говорят в контексте Open AI. Если компания у вас на слуху Сэм Альтман, бывший инвестор Open AI Илон Маск, который судит сейчас Open AI за то, что они якобы отошли от изначальной цели создания компании, перестали работать на сообщество и вообще создали уже General AI или так называемый AGI, но никому в этом не признаются. Так вот, General AI это следующий уровень после AI, как раз когда мы говорим про мультиагентность, что у нас есть задача, которую ставит человек, но по-прежнему он находится в периметре контроля и есть еще одна next big thing, про которую только-только начинают говорить, это interactive AI, когда уже человек внутри этой концепции, когда эти агенты общаются между собой, у них есть ресурс, у них есть доступ к счету, у них есть доступ к расписанию, к знаниям, и в принципе человек эту историю прекращает вообще полностью выходим из периметра контроля того, что делает модель. И безусловно это все будет все меня, сейчас мы наверное подойдем к чему-то более я сейчас знаю. По прогнозам Международного экономического форума за ближайшие 10 лет будет модернизировано порядка миллиарда рабочих мест. Для сравнения это близко к населению Китая и Индии. это огромная цифра. Но что это модернизация знака, с чем мы будем сталкиваться? Порядка 50% у сотрудников, у которых доля их активности будет модернизирована больше, чем на 50%, скорее всего потеряют работу. И это на самом деле то, что по прогнозу коснется в большей части белых воротничков. На самом деле. Так что спасибо. Но на самом деле мы же с вами до конца так и не ответили на вопрос, когда же он нас всех заменит. Убьет точно нет, заменит тоже точно нет, потому что пока мы еще говорим про замену рутинной работы, которую, естественно, нужно менять, потому что нужно освобождать время для креативности, для новых задач, как раз очень понимается генеративный искусственный интеллект. Остановить это все очень сложно. Мы с вами уже находимся где-то в середине этого бурного потока, где-то на берегу пытаемся примериться, можно туда зайти или нет. Мы уже точно находимся в потоке, и вопрос, как мы сами будем к этим изменениям относиться, и что могут делать как эти инструменты будем активно применять и обучаться им, потому что на самом деле самого, наверное, тут интересного по цифрам это 2,7% потенциального прироста в мировую УВП за счет технологии искусственного интеллекта. Вот тут, например, есть картинка, это вырезка из газеты в 80-х годах. Вяческие математики протестовали против использования калькуляторов в школах. Так же, как сейчас все активно протестуют против использования чат-джепети писания дипломных работ или домашних заданий и т.д. Но на самом деле наверное кажется, что учиться нужно не используя такие технологии, но честно говоря, я, например, долгое время, даже не смотря работой в этом действии, полтора месяца я агрессивно сопротивлялась. Потом решила попробовать. И это, боже, космос просто. Я вижу, как это используют как джун-левел, так и си-левел менеджер, тот же чат GPT или Лига-чат. И это абсолютно разное качество и скорость выполнения задач. Мы здесь уже не говорим про то, что тебе нужно сделать быстро и чтобы было 7 из 10, а тебе нужно сделать так, чтобы оно было классным, но при этом ты на это потратил меньше времени, а классным оно станет, потому что у тебя будет больше времени додумать общую, например, историю всего продукта или материала или презентации. И к изменениям в работе. На самом деле способы работы будут меняться примерно по прямому направлению. Как раз то, что мы говорим, заменят или не заменят. Три ключевых направления изменения это автоматизация, аугментация так называемая, когда мы говорим, что искусственный интеллект будет помогать, то есть просто саппорт человеку и создание новых профессий. Ну, наверняка вы все знаете уже, кто такой промт-инженер. Ну, по крайней мере, большая часть точно знает. Чем занимаются промт-инженер? Написанием запросов в чат G5. Да, они занимаются написанием запросов в чат G5, но по крайней мере мы все, я тоже у мамы инвестор, у мамы промт-инженер, но в чем основная задача промт-инженер? То есть, да, он пишет запрос, безусловно, но чтобы что? Чтобы что надо выдавать. Как правильный серий. Чтобы она выдала то, что надо. Я тут недавно рассказывала, показывала подругам, которые работают в маркетинге, но при этом никогда не соприкасались ни с шедевром, ни с конзинскими, ни с миджорни, ни с какими другими модельками, которые рисуют картинки, показывала им, как это работает. Они в восторге, говорят, слушай, сейчас мы вот на работу придем в понедельник и будем там пробовать. И присылают мне, говорят, что-то пошло не так. И, значит, там, ну, там такая фасованная жестяная банка нарисована, ну, и она абсолютно вот такая плывущая, какая-то непонятная, страшная. Это к вопросу о том, как писать этот запрос. Ты пишешь другой запрос, он тебе выдает абсолютно модельную картинку, которую раньше, наверное, четыре дизайнера в Photoshop и пять не рисовала. Так вот, будут появляться промт-инженеры, AI-дизайнеры, AI-инженеры, AI-тренера. Это тоже, кстати, классная очень штука. А вот AI-тренер, может быть, кто-то знает, кто это. Яндекс сейчас очень активно выгребает рынок AI-тренеров. Даже интересно, какой бэкграунд у этих людей. AI-тренер – это человек, который, по сути, обучает большую языковую модель. То есть, он, во-первых, обладает навыками в фронт-инженере, и он может написать ей запрос. А дальше он делает так называемый reinforcement learning human feedback. Когда модель выдает ему ответ, он в состоянии сделать оценку этого ответа. А в оценку этого ответа, на самом деле, входит очень много. Он делает факт-чекинг, то есть, он проверяет, что модель ему не врёт. Это называется галлюцинация модели. Он проверяет, что нет галлюцинации. Он делает, ну, как минимум проверяет на то, что ответ выдан качественно, в достаточном виде, так называемой миссии, в коллекции для экзоста. То есть, в этом ответе, на самом деле, есть всё, что нужно, чтобы этот ответ посчитать качественным. И таких профессий, на самом деле, будет появляться очень много на горизонте года. Мы увидим обязательно ещё что-то, что будет сразу с искусственным интеллектом. Традиционно, если смотреть на то, как будут меняться вообще рабочие места, традиционно всегда все технологии фокусируются в первую очередь на том, а что же мы можем автоматизировать. То есть, если смотреть на вообще все задачи, которые могут делать люди, вот какая-то часть, которую может сделать искусственный интеллект при помощи, ну, которую можно автоматизировать при помощи искусственного интеллекта. Например, Сбер очень качественно вывел огромное количество, точнее, переквалифицировал огромное количество андрайтеров в своё время, людей, которые занимались документами при подготовке к кредитным сделкам. кстати, переквалифицировали этих людей как раз в разметчиков данных. Это люди, которые дальше, если вы помните картинки в угловске, когда вас просят разметить, доказать, что вы не бот. по сути, вы тем самым занимаетесь для гугла, а Сбер платит за зарплату. Соответственно, эти люди размечают картинку. То есть, если, например, у нас едет беспилотник, любой, Яндексский, Сберовский, вообще любой, абсолютно, Waymo за рубежом, у него приходит видео с камер. И чтобы качественно понять и дальше настраивать этот беспилотник, там сидит огромное количество людей, которые помечают это дерево, это пение от дерева, это бордюр, высота бордюра, это человек, это движущий человек, пешеходный переход. Вот, собственно, в это переквалифицировали большую часть андрайда. Кул-центры. Очевидно, вы сами наверняка звоните сейчас в кул-центры. Чаще всего вы попадаете сначала на бот, а потом на бот, в зависимости от того, куда звоните, качественно или не очень качественно. Но, тем не менее. Оператор поезда вообще абсолютно тоже рабочая история. Но на самом деле, если задумываться, то гораздо больше потенциал лежит там, где нужна именно аугментация. То есть, то, что искусственный интеллект может, при помощи искусственного интеллекта можно добиться помощи технологий для человека. И это вопрос о том, когда же он нас заменит. Пока он нас не заменит точно. мы пока сами находимся вот в этом секторе. Пока искусственный интеллект больше про помощь, чем про автоматизацию. Итак, зачем нам искусственный интеллект? Ну, в принципе, вот бренды, все очень классно, какая-то технология, супер, зачем его использовать? А вот теперь как-то нельзя так, чтобы он заиграл. Ну, хорошо, пока настраиваемся. Ой, ага. Прекрасно вообще. Спасибо большое. Ты вызвать а звук будет у нас? А самин комит обещал, что может колонна. Нам были еще звук. У нас есть видео волосы. Спасибо за все, и нам еще звук. Лет назад неким сверхразумным панпространственным существам так надоело биться над смыслом жизни, что они поручили двум своим гениям построить преогромный суперкомпьютер, чтобы разрешить вопрос жизни, вселенной и вообще. О, думайте, не просим тебя дать нам свой ответ. Ответ на что? На вопрос жизни, вселенной и вообще. Мы хотим получить ответ простой и ясно. надо подумать. Возвращайтесь на это же место через 7,5 миллионов лет ровно. Ответ? Да, мы вам не понравились. Это не важно, мы должны знать. Ладно. Ответ нас на мной вопрос жизни, вселенной и вообще. Это 42. 42. Да, да, я хорошенько подумала 42. Было бы проще, если бы я знала сам вопрос. Ведь это и был вопрос. Основной вопрос. Вопрос-то во всем. Это не вопрос. Только с моим вопросом поймете ответ. На совмест одной вопрос. Но другой может. основной вопрос может решить компьютер с той бесконечностью возможной, что сама организация станет его составной частью. И наш народ примет новое более примитивное обличие и войдет в компьютер, чтобы управлять его программой, рассчитанной на 10 миллионов лет. Я создам этот компьютер и навигу его. Вот. Вот. Собственно, нам нужен очень простой ответ на вопрос зачем? О жизни Вселенной и вообще. Во-первых, искусственный интеллект это достаточно универсальная технология, которая может поменяться абсолютно в любых отраслях. Если посмотреть на то, что нам говорят умные люди, как о Макинзе, они нам говорят следующее. Они делают такую тепловую карту уже несколько лет. Это карта 22-го года, но в 23-м году она там визуально не очень сильно меняется. Здесь они располагают технологические тренды, которые они считают ключевыми, и к искусственному интеллекту относятся applied AI, это все, что касается именно разработки моделей, какие типы моделей, что конкретно мы делаем, и industrializing ML это то, как мы внедряем. Вот два ключевых технологических тренда, которые относят к искусственному интеллекту. Дальше они берут и разбивают это по набору индустрии и показывают на тепловой карте, соответственно, прям темный-темный цвет здесь, это значит максимальная полезность технологии непосредственно. Что такое максимальная полезность? Они ее оценивают как прирост конкурентоспособности, то есть если в данной индустрии используют вот такую технологию, то от сильного до слабого прироста конкурентоспособности. есть и цифровые оценки. Они оценивают, опять же, Македия оценивает это в мировом эквиваленте по всему миру глобально в год. Применяя искусственный интеллект, можно заработать от 9,5 до 15 триллионов долларов в год по миру. Если будет интересно, скажите мне, спросите потом, я вам пришлю ссылку. Это такой классный плейбук, он тоже 22-го года, даже нет, вру, он 2018, но глобально цифры поменялись, я вам покажу новости, но пропорции вот этих кружков, они поменялись не очень сильно, там примерно все так и сохраняется. И на эти кружки можно понажимать и посмотреть, он будет раскрывать каждую отдельную индустрию, показывать, в каком непосредственно, какой бизнес-функции этой индустрии может быть максимальный прирост от технологии. Если смотреть, ну вот это будет примерно вот так, например, здесь мы, по-моему, открыли банки, и где мы в основном можем получить прирост в использовании технологий, то есть в основном маркетинг и риски для банка вот в таком направлении. Там можно дальше поиграться в другие индустрии, которые вам будут интересны. Если брать апдейт 23-го года, в 23-м году они уже говорят, что вот эта цифра 9,5 и 15,4, она превращается в 11-17,7 триллионов. И дополнительно к этому потенциалу, который есть в использовании просто технологии искусственного интеллекта, мы можем прирасти до 40% за счет использования генеративных моделей искусственного интеллекта. то, что мы с вами обсуждали, когда рисовали новую собаку. То есть это, по сути, создание нового контента. Не то, что мы разбираемся с тем контентом, который есть, а мы создаем абсолютно новый контент. Основная степень прироста от использования генеративного искусственного интеллекта, она лежит безусловно в операциях с клиентами, персонализация этих операций, маркетинг, разработка программного обеспечения и разработка, научная разработка. Что мы делаем в Сбире? Как мы используем искусственный интеллект, как мы к этому подходили, сейчас постараюсь коротко рассказать. С 2018 года примерно в Сбире стала программа AI-трансформация. Значит, ну, представляете себе, это огромная структура, абсолютно разные, где-то похожие, абсолютно разные типы бизнеса. Значит, первая задача была в принципе диагностики того, что у нас есть. Какие у нас есть бизнес-задачи, какие есть бизнес-процессы и какими инструментами эти бизнес-процессы в данный момент так или иначе налажены и происходят. Дальше, соответственно, мы определяем, зачем мы это делаем. Ну, то есть, вот мы определили как бы некий ландшафт, что у нас есть. Дальше мы смотрим на то, зачем это вообще в принципе делать. Ну, во-первых, любая организация, любая, мне сейчас сложно привести пример какую-то другую, она чаще всего думает о том, как она будет зарабатывать. Какая бы она ни была, даже если это, не знаю, фонд, который собирает средства на приютах, все равно ей нужно как-то зарабатывать. А с веры, что подавно коммерческая организация, я вот устав недавно немножко. Так вот, мы это в первую очередь делаем для того, чтобы зарабатывать деньги. Безусловно, мы думаем о том, какой будет клиентский опыт в наших пользователях. и думаем о том, каким образом повышение клиентского опыта и заработок мы можем делать за счет роста производительности сотрудников. И дальше все вот эти бизнес-процессы и бизнес-юниты, которые на этих процессах функционируют, мы начали рассматривать с точки зрения того, где и какой value мы можем получить в использовании разных технологий. Какие есть бизнес-задачи? Задачи повышения кредитного качества портфеля, задачи снижения, например, резервов. Если вы так или иначе знакомы с банковскими задачами и с банковским P&L, то знаете, что у банка есть резервы, которые банк обязан хранить по базилю. Соответственно, если использовать стандартизованный подход, который предписан базилем, то банк должен хранить определенное количество резервов, но если перейти на так называемую internal ratings based модель, которую банк может внутри себя разработать сам, то эти резервы можно чаще всего сократить, потому что они будут более точно оценивать кредитное качество заемщика. Это могут быть разные задачи, как кредитный портфель, так и персонализация. Например, если вы откроете свое приложение Сбербанк Онлайн или даже Тинькофф, пускай любое приложение сейчас оно будет работать примерно так. У вас будет голосная лента или у вас будет лента рекомендаций, и там должны быть адекватные продукты, чтобы вы туда прошли и кликнули. Это может быть рекомендации в ОКО, если вы пользуетесь, или в Звуке, или в том же ИВИ, любой абсолютно сервис, сейчас не только относитесь к Сбербанк. Персперсональная лента контент. Персональные рассылки, когда вы получаете не стандартное письмо уважаемых клиентов, а оно будет написано непосредственно для вас, потому что банк знает, что у вас сейчас подходит срок оплаты кредита, в следующем месяце вы чаще всего ездите в поездки, поэтому, возможно, вам нужно предложить рассмотреть новую страховку и так далее, и так далее. Как ВИЗБЕВ заработал 900 плюс миллиардов? Ну, давайте сразу определимся с этой цифрой, только-только пришел сухоз в последний год в Зуберии, там озвучено 250, чтобы никто меня за цифры потом не поймал нигде. 900 миллиардов мы заработали начиная с 2020 года. Это весь финансовый эффект, который ЗВЕР заработал по сути за программную трансформацию. Примерно два года ушло на то, чтобы начать внедрять технологии, на то, чтобы выстроить инфраструктуру таким образом, чтобы технологии можно было начать внедрять, на то, чтобы был построить человеческий ресурс, который будет собственно это делать, команда. С 2020 года мы начали получать этого финэффект, потому что разные модели искусственного интеллекта встали в боевые процессы уже с БЕРОСКИ. и в стратегии, по крайней мере, которые ЗВЕР сейчас закладывает на ближайшие три года, эффект снижать мы не планируем. Мы планируем двигаться такими же темпами. С какими вызовами будут сталкиваться компании на ближайшие форезонки? В первую очередь это достаточно, но кажется, что вызов может быть немножко влог, но тем не менее. То есть, что сейчас делают многие компании, которые внедряют искусственный интеллект в России и за рубежом? Очень многие говорят следующее. Ну, я нашел какой-нибудь юзкейс, например, тот же кредитный процесс или логистическую цепочку. Внедрю-ка я туда модель, а еще хуже, чаще всего говорят, давайте я внедрю чат-бота, и у меня будет искусственный интеллект. Ну, будет же, будет. Вопрос, зачем, мне очень понятно, но искусственный интеллект будет. И вот в какой-то момент компаниям придется перейти от этого поиска юзкейса успешно, что да, вот здесь у меня там есть внедрение чат-бота, а здесь я построил логистическую цепочку себе при помощи модели умной, которая там рассчитывает мне поставки, к полному пересмотру бизнес-модель, это так называемый Total Enterprise Reinvention при помощи технологии искусственного интеллекта как раз, потому что когда мы смотрим на организацию сверху, не разделяя ее на отдельные бизнес-функции и начинаем делать топ-даун постановку цели от я хочу заработать триллион рублей честной прибыли и начинаем спускаться вниз, это такой традиционный наверное подход того, как выстроено целеполагание в любой крупной качественной компании, которая управляет целью. А есть возникающий подход к бизнес-модели, когда полностью вся модель переписывается, когда мы говорим, что все, мы не работаем больше в традиционной постановке целей, мы начинаем ставить цели абсолютно по-другому, давайте смотреть на компанию как на последовательность например клиентских путей, когда клиент заходит к нам и через какие клиентские пути он потенциально проходит, или если это внутренний сотрудник, то через какие клиентские пути он проходит, и мы собираем вот эти клиентские пути и смотрим через них, то есть это по сути и есть весь бизнес, которым занимается ваша компания. Эти подходы два, не то чтобы один очень плохой, а другой очень хороший, просто чаще всего крупные компании уже прошли вот через это и уже где-то находятся вот здесь, пытаются применять новые подходы к пересмотру вообще всей структуры. мелкие компании, да, они пока чаще всего идут через юзкейсы, но дальше рано или поздно все равно будут впускаться в велючие. Обучение и мотивация. Это на самом деле одно из самых сложных, с чем я сталкиваюсь в работе, с чем многие C-level сотрудники сталкиваются. Это вот вопрос, зачем я это буду использовать, я всю жизнь делал так, у меня классная есть табличка в Excel, еще у меня есть здесь в ноутбуке вордовский файл и у меня еще есть свой блокнот, работает уже 10 лет вообще без пройграшек. И вот это вот сложнее всего перебороть, потому что на самом деле если мы говорим про юзкейс versus total value chain, то total value chain должен кто-то делать. И если целеполагать такой total value chain будет скорее всего кто-то с уровня силы в менеджер, SEO, CTO, SEO, то операционализировать этот total value chain точно будут кто-то mid и June level. Поэтому здесь вопрос как переобучить сотрудников и замотивировать их. Понятно, что можно рассказывать про то, что у вас будет много времени, work-life баланс, опт, это не очень работает на самом деле. Все как бы очень ворнуют в work-life баланс и первую зарплату, но зачем использовать высказку интеллекции, оно непонятно. И есть одно очень классное интервью SEO LinkedIn. Я думаю, что оно на самом деле не единственное, я думаю, что таких достаточно много, особенно людей, которые занимаются кадровыми вопросами. Так вот, он там говорит, попробуйте перестать воспринимать работу и в принципе все, что у вас происходит в организации через вакансии. Вы как HR-директор, вы знаете, что у вас есть 100 тысяч сотрудников, и вот они знают вот на таких вакансиях. И вы примерно знаете job description у каждой из этих вакансий. Перейдите от job description к skills description, когда каждой вакансии будет приспорен определенный набор навыков. и когда вы перейдете в этот skills mindset, опять же, мы же говорим про использование технологий, переход в skills mindset позволит вам разложить эти навыки по трем ключевым корзинам. Это то, что автоматизирует искусственный интеллект абсолютно точно на каком-то горизонте или уже автоматизировал возможно где-то, но пока не у вас. То, где будет вот эта аугментация, где искусственный интеллект будет помогать и то, что он пока еще не может до конца сделать. Пока мы не можем выпустить качественный искусственный интеллект на переговоры. На крупные переговоры, да даже на мелкие переговоры мы не можем посадить в салют и Олега и заставить его их. Мы можем. И это очень смешно, но в бизнесе пока это не работает. Поэтому вот эти три корзинки и дальше от этих трех корзинок вы уже будете понимать, как именно вам нужно управлять навыками ваших сотрудников. Почему я это рассказываю? Потому что в том числе вы тоже будете с этим сталкиваться. уже по выходу из университета и сейчас, и когда вы будете выходить из университета устраиваться уже на полноценную постоянную работу, у вас будет определенный набор навыков. Вот этот набор навыков возможно неплохо пропустить через вот такие корзинки и подумать о том, окей, я вот сейчас умею делать вот это, насколько быстро это станет мне актуальным, а если я буду делать вот это, но с использованием такого инструмента, сколько еще оно будет актуально, и что я могу делать, пока все еще уникально, как человек. Для компании тоже ключевыми вызовами это построение команд, так называемых депипл, то есть к депиплам мы относим стата сайентистов, непосредственно людей, которые занимаются исследованиями данных, дата аналитиков, это люди, которые занимаются подготовкой данной, обработкой больших массивов данных, очищением, определенным переводом в нужную форму, это машин-драйнин инженеры, которые могут простроить всю цепочку от получения кода до внедрения его в рабочую систему, который начал выдавать в бизнес-процессе результаты. И, мне кажется, кого-то еще к вам относим, а, и дата-инженеры, дата-инженеры, которые занимаются вместе с дата-аналитиками определенной обработкой информации. По-прежнему, на самом деле, если смотреть на исследования, то сложно этих людей искать по-прежнему, хотя казалось бы, что рынок перенасыщен, и если вот сейчас смотреть по вакансиям, то, ну, на самом деле, кажется, что вакансии достаточно быстро закрываются, но при этом компетенции под эти вакансии все равно пока еще недостаточно, особенно на все более и более и более усложняющиеся задачи, потому что задачи становятся сложнее и очень быстро становятся сложнее относительно тех навыков, с которыми люди приходят. Поэтому искать этих людей достаточно сложно. И вот, например, из того, кого сложнее всего искать, это AI-продукт-оуннеры. Это, может быть, вам будет интересно. Там по-прежнему 60% преспондентов включают, что их сложно искать между 2022 и 2023 годом. Здесь выкладка точка 22-й, заполненная, это 2023 год. Вот такие AI-продукт-оуннеры. Это люди, которые являются обычными продукт-оуннерами, но обладают навыками в искусственном интеллекте и могут ставить задачи, которые звучат на языке искусственного интеллекта. Они понимают, какими инструментами, какие задачи в своем продукте они могут решать. Ну, например, в Звере есть продукт, который называется кредит за 7 минут. Это продукт, который направлен на определенный сегмент юридических лиц, где с определенным набором документов юридическое лицо за 7 минут получает кредит абсолютно в цифровом виде, не посещая отделение. Что, по-вашему, в первую очередь может использоваться в качестве технологии? Представьте себе, что вы продукт-оуннер продукта кредит за 7 минут. Вы в корпоративном институционном бизнесе находитесь. Какие, по-вашему, технологии искусственного интеллекта могли бы быть использованы, чтобы довести это время до 7 минут? Потому что первоначально это занимало около трех недель. У нас по нескольку это было три недели. Какие поступки были на интерьере? Ну, знаете, как, первоначально все было, начнем с того, что я говорю про три недели это не совсем цифровой процесс. У нас нет сканов, документов и так далее. Ну, понятно, есть еще куча косяков, например, лишние роли в процессе, которые не нужны, дублирование ролей. Ну, если вопрос в сканах, то, мне кажется, возможно, безыскусственно не терять, если просто все в цифру перевести. Мы переводим в цифру. А дальше что? автоматический скоринг, не знаю, кредитный скоринг. Автоматический кредитный скоринг. Смотрите, кто у вас работает, ну, давайте так, кто работает на том, чтобы выдать кредит, какие роли бизнесовая? Операционщик есть, который принял документы, есть риск-менеджер или андеррайтер тот самый, который теперь оценит картинки. Который теперь замечает картинки, да. Кто еще есть? менеджер, который принимает решение, типа, да или нет, после оценки риска, менеджер, скорее всего, может принять это, берет для себя ответственность, что да, действительно, пределы не имеют. И еще человек, который в принципе разрабатывает продукты, там, занимается разработкой как раз того, какие кредиты можно подавать. Ну, это скорее как обратная связь на процесс. То есть, если у нас... Это другое дело. Это другое, да, это как бы те, кто занимается продуктовой полкой, они смотрят, есть у нас спрос на продукты или нет. Мы забыли еще одного очень важного человека, на самом деле, одну очень важную роль. Мы забыли юрист. То есть, есть рисковик, который бежит по каким-то ключевым базовым характеристикам, не знаю, типа, старшей работы или если мы говорим про юрлицо, это какая у него отчетность, какая у него кредитная история и так далее. При этом есть юрист. То есть, если мы говорим, что есть сканы, да, окей, отсканировать документы можно. Вопрос в том, как из этого скана достать данные, чтобы они дальше, чтобы модель могла их съесть и случился автоматический срок, чтобы нам не нужен был андеррайтер. Есть определенная система распознавания картинки, которая говорит, все, значит, я из этого вытащила фамилию, имя, отчество или там юрадрес, например. Юрадрес дальше сверился с официальной базой данных адресов. Существует вообще такой адрес или нет, нет ли ошибки, например, в каких-нибудь установках документов или еще что-то подобное. То есть, что мы используем? Мы, по сути, используем распознавание картинки, технологию распознавания картинки, и мы делаем роботы-юристов. То, что сделал Сбер в свое время, чтобы получить вот этот самый кредит за 7 минут, потому что огромное количество времени, почему я так в прямую не стала подсказать, огромное количество времени оттуда рассказала. Это мама? Да. Ой. Приспал мне ссылку. Спасибо большое. Ребенок сказал, мама, можешь, пожалуйста, показать. Сейчас пришлю ссылку. А ты можешь звук у себя отключить в зоне, пожалуйста? Да. Так вот, то, что сделал Сбер в свое время, и то, почему мы так, почему я в прямую не подсказала эту роль, потому что это юридически расслуживает. У нас была огромная проблема с юристами, которые очень долго отсматривали все детали кредитного договора, даже несмотря на то, что они где-то были, ну, поскольку это юрлица, это, конечно, ждет стандартный контракт, но он всегда с какими-то там узкими местами возможен. Поэтому юристы действительно брали очень много времени. И когда мы сажаем на это робота-юриста, который обучен, опять же, на огромном количестве этих типов договоров и каких-то специфических пунктов, все, это начинает занимать уже там не полторы недели рабочих, а это занимает три минуты. Дальше ты делаешь цифровой слепок клиента, и это занимает у тебя еще полторы. И, грубо говоря, дальше принять все решения по цепочке, еще сколько-то это доходит до семи минут. То есть фактически вот это те, кто называется AI-продакт-менеджер. Это продакт-менеджер, который в состоянии определить все узкие места в продукте, который может поставить задачи на языке технология, так, чтобы уже непосредственно вот эта команда Data Scientist, Data Scientist, чтобы она это делала. Есть еще два вызова. Они, на самом деле, наверное, больше технические и интересны людям более технических профессий. Это CTO и там кибербезопасность. Но если в общем про них поговорить, про оба эти вызовы, в крупных компаниях невероятно сложная IT-архитектура. Невероятно. То есть если попросить любого там CTO, буквально на прошлой неделе у нас была большая конференция с CTO Сберовской экосистемы, и там спрашивали, представьте себе вашу IT-архитектуру. Ну, то есть по сути, какие у вас есть вообще системы в компании и как они друг с другом связаны. Какая система в какую отдает какие данные, какая забирает, какая выводит. И у всех очень сильно меняются лица в этот момент. Это правда достаточно сложные многослойные структуры. И не всегда понятно, что будет, если в одной части этой структуры что-то сломается или поменяется. А что-то сломается и поменяется, это в том числе наличие кодов, которые вы напишите для модели искусственной церкви, вы напишите код и как-то ее внедрите в эту систему. И вопрос, что этот код в этой системе может сделать, не всегда очевидно. Потому что не всегда очевидно, как выстроена сама артитектура. Особенно, если ей занималось 5 или 15 человек за все время существования компании. Кто-то обязательно там что-то сделал свое. Поэтому здесь это вызов, потому что технологии становятся сложнее и сложнее. Управлять вот этим всем зоопарком достаточно сложно уже. И когда в этот зоопарк еще встраиваются дополнительные звери, которые тоже не всегда понятно, как работают, становятся действительно проблематичны. Это скорее просто вот эти два слайдика, сори, я их забыла убрать, они больше для, конечно, сетеволива. Но тем не менее, что может делать генеративный искусственный интеллект? Он может рисовать IT-архитектуры. Он может находить узкие места в текущих архитектурах и определять, где и что можно исправить. Либо создать оптимальную архитектуру на основе какого-то заданного набора параметров. И то же самое с кибербезопасностью на самом деле. Кибербезопасность безусловно про данные. Данных много, данных становится все больше и больше. И если мы с вами говорили про набор модальностей, это видео, картинка, запах, звук, то на самом деле если задумываться о том, например, подойдет индустрия здоровья, то этих данных будет еще больше. Потому что есть носимые устройства. Наши с вами смарт-часы, кольца, смарт-ринги, разного типа наушники. Есть даже последнее из того, что я видела, смарт-тату. Какая-то определенная татушка, которая с какими-то определенными параметрами сбивается и отслеживает vital signs у человека. И смарт-носки, кстати, тоже. Но смарт-носки, кстати, хорошая тема. Вот представьте себе, какой огромный набор данных будет дальше у компаний и как они будут обрабатывать. А самое главное, как они будут хранить и как они будут защищать, чтобы никто не узнал, что там у меня сегодня рассказали мне мои смарт-часы, а восстановилась я или не восстановилась за время начнется. И на самом деле это огромная проблема для большого количества C-level менеджеров, которые работают в конформационной безопасности. это большая проблема. Есть куча всяких персонализированных писем, созданных с дипфейчными видео, с вашими лицами, с вашими голосами. Я не знаю, кто-нибудь видел рекламу Пятерочки, которую сняли с актрисы, дипфейк-актрисы? Если будет интересно, как-нибудь забейте просто рекламу Пятерочки. И актриса не смогла приехать на съемку. Ну, не получалось у нее там в графике, никак выделить время для съемок. Записали ее голос, мне кажется, что голос именно записан, не воспроизведен, а вот полностью видео с ее лицом это полностью типфейк. Она получила гонорар за использование своей внешности в рекламе, но при этом он сильно ниже, чем если бы она приехала сниматься вживую. И оверол косно создание такого ролика, он ниже, чем мог бы быть при наличии настоящей актрисы. С точки зрения кибербезопасности, безусловно, там генеративный искусственный интеллект тоже настраивается сейчас все больше и больше на то, чтобы дипфейк, созданный генеративным искусственным интеллектом, определять при помощи него же самого. И этичность. Из вызовов, которыми сейчас будет сталкиваться бизнес, агрессивнее и агрессивнее, это этичность. Например, когда мы говорим про кредитное решение, как вы считаете, оно этичное? Насколько этичное кредитное решение принимаемое у банка? Ну, нравится, не нравится, другой вопрос сейчас. Достаточно или достаточно. А когда вы пришли в банк? Ну, вот вы пришли в банк, вы и я пришли в банк, мы одновременно подали на набор документов. Например, вам отказали, мне согласовали или наоборот, неважно. Как вы считаете, модель, на которой банк принимает эти решения, она является этичной? У меня ответственность. Мне кажется, вам ответить. Я не могу сказать обратно. Мне кажется, на такой модели это претенд. А это вопрос. Вот это как раз и есть новый вызов. Здесь очень много, на самом деле, дискуссий на эту тему, и в них сейчас можно очень далеко уйти. Но из прямо самого, наверное, поверхностного и простого, есть ли в модели параметр, ну, в кредитной модели, которая принимает решение, есть ли в ней параметр пола или расы, или прописки, адреса прописки, национальности. Если эти параметры есть, и эти параметры настроены таким образом, что действительно мужчинам с определенным цветом кожи выдается большая сумма в кредит, чем женщинам, например, с тремя детьми, то есть риски того, что модель неэтична. И вот вопрос, как... Модель действительно неэтична. Дочери отказали к действию в связи с тем, что она была древна. Модель действительно неэтична, на самом деле. И вопрос в том, а как изменить... Ну, потому что мы же по-прежнему говорим о том, что мы коммерческая коммерческая организация, любой банк коммерческой организации. Как принимать эти решения таким образом, чтобы они, казалось бы, и этичны были, но при этом не несли потенциальных рисков для организации? А почему вы считаете, что модель принимает такие же решения, как человек? Ну, модель принимает такие решения. Курица или яйцо. Потому что хорошо информированный специалист в свое время эту модель так и обучил. Мы же не взяли ее и отходу. Да, он же не из-за того, что он девушек как-то недолюбливает, он принимал эти решения из-за возврата в кредитах, из-за процента возврата, и так далее, из-за объективных в кредитах в кредитах. Окей, так. А вот это тоже классная тема, на самом деле, тоже можно уйти в дискуссию, какое количество панков отслеживает так называемую ошибку второго рода. То, что мы не выдали, но выдал конкурент, и что происходит с тем клиентом там. И на самом деле не так много кто это отслеживает, эту статистику ведет. Короче, есть, ну, определенно, да, то есть можно уходить в дискуссию, а должна ли она так принимать или не должна, а она так принимает решение, потому что действительно средний там процент невозврата в кредитах, он действительно там у женщин с 10 детьми, или там у мужчин с 5, любая цифра. Но сейчас большинство компаний стараются так или иначе определять какие-то свои параметры этичности и то, что они могут сделать для того, чтобы принимать это не по, ну, скажем, параметрам в лоб, да, мужчина-женщина, а по, например, транзакциям. То есть есть определенное направление в кредитном скоринге, которое называется транзакционный скоринг, где клиентов скорят уже по набору транзакций. И, ну, понятно, что в кредитном скоринге сидит внутри, конечно, какой-то процент этих транзакций, но вопрос, а можно ли заменить полностью, например, признак пола, можно ли его заменить только набором транзакций. И это пока такая исследовательская штука. Про статистичность цели, нам с Гермомосков это делал, и он рассказывал о том, что Сбир знает все про своих клиентов. Правда. Гермомосков не знает где ниспольно. Ну, да. Тем не менее, такое мнение, что мы можем увидеть, что вы не просто, что вы, допустим, нам заявляете, что вы делаете, мы можем увидеть, что вы действительно делаете. и таким образом это тоже расширяет возможности по скорингу. То есть, допустим, с кем он общается, кому он переходы делает. Графт связи. Да, графт связи как раз поублизь, с кем он общается, с кем он общается, с каким заемщиком, с какими интенциями, на что действительные деньги. Ну, тоже вопрос личности использования этих данных. Если об этом никто, кроме машины, теоретически не узнает или не имеет к этому доступу, наверное, это этично. Безусловно. Безусловно. На самом деле, это скорее вот сюда, на самом деле. Потому что, например, когда-то сайентисты в ЗБИ работают с этими данными, это полностью обезличка. У нас есть просто, ну, грубо говоря, клиент ID1, клиент ID2. То есть, с точки зрения обработки этих данных, это всегда обезличка. Этим как раз занимаются в таких черных коробках, так называемых blackbox. Это не то, что мы их сажаем в черную коробку, но это модели так называются blackbox. Дата-аналитики и дата-инженеры, они как раз занимаются в том числе с кибербезопасностью и обезличиванием персперс-данных. Итак, точки уже, наверное, в заключение. Подумайте вот сейчас просто, как часто вы думаете об интернете, вот как об отдельной сущности. Предполагаю, что вообще не думаете на самом деле. и на самом деле о чем вы думаете? Вы думаете, что я сейчас открою Яндекс.Лавку или самокат, закажу себе поесть, посмотрю фильм вечером, позвоню друзьям по видео. Любые вещи, которые вы можете делать с помощью интернета, но только не о самом интернете. И скорее всего, что с искусственным интеллектом пройдет ровно то же самое на очень-очень ближайшем горизонте. Вы прекратите о нем думать как об отдельной некой сущности. Это будет только набор технологий, которые вы будете точно так же использовать в повседневной жизни. Вопрос, когда вы просто начнете это делать. Все на этом. Спасибо большое. Спасибо. У меня вопрос. В чем разница между искусственным интеллектом машинного обучения? Ой, это же классический самый любимый вопрос. Искусственный интеллект, он в презентациях живет, а машинное обучение это про машинное обучение. Это те самые модели, про которые мы говорили. Генеративные, генеративные модели машинного обучения и дискриминативные. Но на самом деле, слушайте, это такое, я на него сейчас ответила вам очень корпоративно. Потому что все любят очень говорить, что мы используем искусственный интеллект и поэтому мы всегда отвечаем на него только так. Это то, что живет в презентациях. А вот то, что машинное обучение, оно действительно живет в системе. Для меня вот скорее такое. То есть, как я понял, что разницы по сути нет? Нет. Разницы по сути нет. Можно ли сказать, что машинное обучение является частью искусственных средств и элементом, который как раз позволяет ему функционировать на полную мотивацию? Ну, это оно и есть. То есть, это в принципе то, что его... Ну, если мы будем говорить про то, что там, ну, не знаю, любого, наверное, продукта, да, у него есть еще как бы что-то под капотом, а есть что-то снаружи капота. Но если говорить про то, что, окей, искусственный интеллект это то, что мы с вами сегодня открыли ленту с Балая и увидели там персонализированную рекомендацию, как то, что мы это увидели, но окей, да, это вовне, но опять же, это всегда будет создано именно на основе машинного обучения, более простого, более сложного, но всегда так. Можно вопрос про кредит за 7 минут? Вот я предполагаю, что кредиты стали давать больше кредитов, так как уменьшилось времени, а качество снова менялось? Слушайте, ну, у нас же достаточно жестко отслеживается кредитное качество портфеля, потому что как только начинает сокращаться кредитное качество, оно, ну, то есть сразу ответ, оно точно не снизилось, если мы там в сторону снижения, оно точно не может снизиться, потому что иначе нам приходится сильно больше резервировать потенциальные кредитные риски. Я бы сказала, что скорее, тут еще набор факторов, то есть я скорее точно не скажу, выросло оно или осталось на том же уровне, потому что у банка есть еще такая штука, как аппетит к риску, и вот этот акр, он устанавливается там ежегодно на уровне наблюдательного совета, ну, в частности, у Сбера, это на уровне наблюдательного совета происходит, с определенным набором специалистов. И вот вопрос, да, как бы кредит за 7 минут, он стал более точно выдавать кредит, и у нас за счет этого там выросло конкретное качество вот в этом сегменте юрлиц, или потому что мы параллельно еще за это время повысили, по-моему, два раза аппетит к риску. Тут я, честно говоря, не скажу точно, но то, что качество не снизилось, это абсолютно стопотно. Я, нет, не рисковик, мне кажется, надо Джангири спрашивать. Спасибо большое. Наверное, остановим трансляцию. Нет больше вопросов, можно передвижение формально пообщаться. Спасибо.